Всем привет! Возвращаемся в Hand of Fate. Запустив, соответственно, игру, у нас сразу появился какой-то очередной жетон. Не знаю, что это такое. Тут опять, наверное. Теперь на раскладке испытаний доступны бесконечные путешествия. Блядь, это уже было. Ладно. Нас, конечно же, интересует компания. Так. Так. Иерофант или Иерофант. Непонятно. Так, в этот раз мы возьмем с Китайца. Сомневаюсь, что Северянин может вам что-то предложить. Время покажет. Посмотрим, посмотрим. У нас просто нету 25 единиц еды, чтобы двигаться дальше за нашего колдунишку. Ну, их просто реально сложно набрать по ходу игры. Погнали. Когда-то в лучшие времена здесь могла быть моя карта. В карта Хранителя Знаний и Стража Врата Жизни и Смерти. Теперь на троне сидит Калас, а должность занимает его негодяй. Я не знаю, что Узурпатор Калас сделал с игрой. Он внес в нее изменения, это известно мне точно. Как эти изменения повлияют на игру, я не могу сказать. Обучая вас, пытался предугадать его действия, я попытался создать как можно больше разных ситуаций. Когда мы прибудем на место, вы должны быть готовы. При содействии Малаклипса, что значит несколько убийств в масштабах вселенной, вы обнаруживаете себя в кресле напротив богатого, одетого главаря гильдии воров. Или одного из его главарей. Настолько это таинственная организация. Он делает глоток вина и откидывается назад, наслаждаясь вкусом. Меня хотят убить. Я подозреваю, что убийца один из моих подчиненных. Еле заметными кивками он указывает на бородача, женщину с рыжими волосами и мужчину с серыми глазами. Борден, Равена из Гриндан, трое моих личных глушителей. Один из них оставил мне записку, я уверен в этом. Когда племя красной свечи потухнет в его последний вечер, в шелковице лжецу будет отпущены все грехи. Он показывает нам красную свечу над камином. Мне кажется, убийца больше предпочитает показушничество, нежели таинственность. Найдите того, кто хочет меня убить. Для этого вам, вероятно, понадобится золото. За золото воры расскажут все, что знают. Интересно. Начать до убийства. Так, ты кто такой? Меня зовут отец Галфри. Хотя, конечно, это мое ненастоящее имя. Я слежу за щитами в этом регионе. Сведения об убийце. Здесь в таверне мне оставили записку. Когда пламя красной свечи потухнет в его последний вечер, в шелковице лже-жрецу будут отпущены все грехи. Он показывает на красную свечу над камином. Мне кажется, убийца больше предпочитает показушничество, нежели таинственность. Так, давай о Бордоне. Бордон самый старший из моей команды. Человек простой, насколько... Несколько нервный. Я сильно сомневаюсь, что у него хватило бы духу и хитрости, чтобы убить меня. Если только все это время он не скрывал от нас свою истинную натуру. Думаю, чтобы развязать ему язык, вам придется... ...залить в него не одну кружку медовухи. Галфри сказал, что Бордон будет честнее, когда выпьет. Равена была одной из моих глушителей на протяжении всего моего нахождения в этой должности, а это очень большой срок. Галфри сказал, что Равена работала на него долгое время. Я получил... Я поручил ей внедриться в Третий Легион Имперской Армии и убить его капитана. Конечно, она это сделала так же профессионально, как и все, что она делает. Галфри сказал, что Равена служила в Третьем Легионе Империи. Я думаю, она по-настоящему верна только золоту, и все же она весьма важна для гильдии. И будет очень сложно, если она попытается убить меня. Галфри сказал, что Равена скажет правду, если ей заплатить. Найдите того, кто... Ага, так. Гриндейн, Гриндана. Гриндан был в моей команде в течение некоторого времени. Галфри сказал, что Гриндан работал на него долгое время. Некоторого. Непонятно, неоднозначно звучит. Он склонен говорить самые абсурдные вещи, часто ложные. Я относился бы к этим его преувеличениям с осторожностью, даже если он не убийца, особенно когда он очень пьян. Галфри сказал, что Гриндан начинает всех обвинять, когда выпьет. После этого он жестом просит вас удалиться. Вы ложитесь спать, думая о том, как Малаклипсу удалось уговорить вас согласиться на это. Нужно постоянно следить за своими вещами, иначе их могут стащить. Малаклипсу удалось уговорить. Ну ладно, надеюсь, наш спутник нам поможет. Кольбьерн 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 Перебив разбойников, вы обыскиваете трупы. О, блин, я не знаю, я, наверное... Давайте дубинки. Теребуется слава 4. Давайте все равно возьмем. Нет лучшего способа вершить правосудие. Все законы вытекают из могущества. Ну, 10 монет мы, короче, потеряли. Не теряй с губинами. Самая долгая ночь и знак самых серьезных вещей. Вам стоит разобраться в том, что происходит здесь. В самую длинную зимнюю ночь горожане Штигаля разжигают огромный костер, чтобы отпраздновать победу света над тьмой. Это единственная ночь, когда империя закрывает глаза на запрещенное применение магии. Вместе с группой крестьян вы располагаетесь у огня. Отпив из чаш, женщина рядом передает ее вам. Вы вежливо принимаете жгучее зелье и делаете короткий глоток. По всему телу расходится тепло. Вы глядите на пляжащее пламя и проваливайтесь в глубокий транс. Вы приходите в себя в хлеву посреди стада коров. Выбирая снаружи, вы замечаете несколько имперских стражников без сознания, лежащих друг на друге у стенки коровника. Благословение в инвентаре не найдено. Класс. О! Сможете ли вы пройти это испытание, не умерев голодной смертью? Время покажет. Время покажет. Блядь. Опять благословение надо. Две карты подряд. Ну что ж вы делаете? Коль Бьерн возвращается в родную деревню, чтобы принять участие в труде, традиционном ежегодном ритуале расчистки курганов и поклонения предкам. Ах, вежливо отказаться. Надеюсь, благословение при тебе. Ага. Десять благословений. И вот мы снова в таверне ищем возможность спасти чью-то жизнь. Да. Когда мы заглядываем в воспоминания, многие вещи остаются. Остаются недосказанными и неясными. Почему именно эта таверна? Вы входите в таверну Шелковицы и находите отца Галфри на его обычном месте за столом возле камина. Вы садитесь перед ним. Он выцарапывает какие-то цифры на одном из бумажных свитков, которые разбросаны на столе, а потом смотрит на вас. Осталось три дня до того, как убийца придет за мной и у меня, и у нас есть три подозреваемых. Какая ирония. Три дня для разоблачения лжеца. Я отправлю вас на задание с одним из моих глушителей, чтобы вы заручились их доверием и выведали нужную вам информацию. Если придется, платите за сведения золотом. Так, первый любит выпить, вторая любит золото, третий вообще какой-то непонятный. Возможно, для него благословения нужны. Ну, у меня вообще ничего нету. Вот вообще от слова абсолютно ничего. Ну, пойдем с этим, я не знаю. Бордену предстоит получить в гавани кораблекрушений несколько ламп, которые, так скажем, сменили владельца. Вы отмечаете место встречи. У вас определенно странный вкус на союзников. Поглядите, помогаете ворам, совершенно не думая о их возможных жертвах. Вы отмечаете место встречи на карте и ложитесь спать. Гильдия. Обычная лавка. Сейчас самое время купить пищу, да. На что только. Да. Ну, продадим мы, у нас даже десяти монет не будет. Так, продолжите следовать. Как насчет игры-случа, одной или, может быть, двух. Рядом с оживленной имперской дорогой вы замечаете ветхий навес. Там на табуретах сидят несколько человек убогого вида и играют в кости. Подойдя к навесу, вы видите позади стола девочку, играющую на расстроенной скрипке. Рядом с ней стоит коренастая дама в цветной юбке. Добро пожаловать. Присаживайтесь. Попробуйте прянички. Только утром испекла. Верта тепло улыбается вам. Во что будем играть? У меня есть кости и карты. А для победителей груды монет. Рядом сжаляется. Словно серб, присущий в себе надежду или провал. Аааа, нужно что, в красную попасть? Видимо, нет. В какую-то золотую или серую. Класс. Плохо сыграно. Вам нужно собрать волю в кулак и обрести в себе тихое спокойствие. Ваша жертва замечает, как вы тянетесь к ней в карман. Судя по возмущенному выражению лица, вас заподозрили в преступлении совершенного иного рода. Вам отвешивают суровую оплевуху и вышвыривают из игорного притона. Разум или сила? Пожалуй, здесь пригодится и то, и другое. Подходя к мосту, высоко в горах, вы замечаете, что на нем уже кто-то есть. С вашей позиции видно, что мост поврежден. Можно попробовать сломать одну из запор, бросив в нее какой-нибудь предмет. Если повезет, мост обрушится. Бросить камень. Посмотрев по сторонам, вы находите увесистый камень. Да бля, опять эта херня. Да! Я думал, в эти штуки попасть можно. Понятно, в мелочь нужно целиться. Камень улетает в ущелье, предупреждая врагов о вашем присутствии. Одноручное оружие. Ну, давай. Ох, цыкска, не мие богу. Ох, цыкска, не миха, не миха, не миха, не миха. Да! Субтитры делал DimaTorzok 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 Как уместно! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Борден доверяет вам чуть меньше Ага Вы забираете ящик с украденными лампами Погружаете их на повозку и отправляетесь в путь Когда вы прибываете на место разгрузки Борден вдруг одолевает эмоции Прости, что требовала у тебя кровь Я просто ужасный человек, правда? Ну да Отлично рассчитана Ага Так она не бегала, потому что как ненормальная Ура! Борден доверяет вам чуть больше Борден выдергивает руку, как будто ему очень хочется уйти Мне пора А что ты думаешь об отце Голфри? Голфри Босс всегда заботится о том, чтобы каждому досталась его доля Честно говоря, глупо было бы рассчитывать на Лучшее в гильдии, в которой состоят такие мерзавцы, как мы Какое у тебя любимое блюдо? Не знаю, нужно рассказывать ли тебе о таких вещах Нет, мне нет денег А семья? Вы задумываетесь, какая доля лжи в том, что говорит Борден? Вы входите в таверну Шелковицы и находите отца Голфри на его обычном месте за столом возле камина Вы садитесь перед ним Он выцарапывает какие-то цифры на одном из бумажных свитков, которые разбросаны на столе, а потом смотрит на вас Надеюсь, вы и Борден нашли сегодня общий язык У вас в спине не торчит нож, так что думаю, это так Когда у вас будет спокойная минутка, было бы разумно вспомнить, что говорил вам Что говорили вам мои глушители Возможно, вам удастся поймать лжеца за руку Ага, теперь с Равеной Равене поручено похитить на дороге в столицу ребенка леди Фелдинг Класс Вы отмечаете место встречи на карте и ложитесь спать Угу, ну ясно, наверное, сначала прогуляюсь Лавка Я не наемника пока носить не можем Эта карта не достойна вас, хоть и помогает быстро обогатиться А Марик встречает вас на площади Терпыр, но мы это читали уже, так что сейчас будем снова попытаться все стырить Так, залезть в кошелек Десять И последний раз Идеально Вы вынимаете из кошелька смотрителя остаток золота Он так ничего и не заметив удаляется гордой поступью с редким ковром из восточной полосы Так, вернемся к Мерику При виде золота глаза вора вспыхивают Мы еще сделаем из тебя воришку, говорит он, забирая свою долю добычи считает вложением Встретимся в полдень через два дня возле города и поговорим обстоятельнее С этими словами Мерик снова растворяется в толпе Отлично О Так, еды да мне хватит, наверное Вот золото бы не помешало Ух ты Вы с Равеной довольно быстро догоняете золоченую карету, идущую по имперскому тракту Повозку охраняет отряд стражников Победите врагов до того, как выйдет время, чтобы впечатлить Равену Вы с Равеной одновременно выхватываете мечи и бросаетесь в битву Так, у меня и так легкое оружие стоит, так что сложно все, пройти по массу А вон она Легкие дубинки, такие парные дубинки уже целый век активно используются империей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ух ты Ух ты Успели Лично оставалась вообще копать времени Равена впечатлена вашими боевыми навыками О, мы можем броню теперь носить А чё она даёт? Блин, одной единицы не хватило Класс Она начинает немного больше доверять вам Вы открываете дверь экипажа, видите женщину в шелках и драгоценных камнях Она крепко прижимает к себе сына Пожалуйста, отчаянно кричит она Возьмите это золото, он же ребёнок Равена без раздумий принимает от плачущей матери тяжёлый мешок монеты, кладёт в карман На этом обсуждение заканчивается Она спокойно смотрит на вас Глупо быть верным чему-либо, кроме золота Надеюсь, ты не станешь с этим спорить Блин, вот опять неоднозначная ситуация С одной стороны, надо требовать с неё золото, потому что она его любит С другой стороны, ей может это не понравится Ну, допустим Начинает немного больше доверять вам Если это всё, то у меня дела в другом месте А что ты думаешь об отце Галфри? Он только и знает, что кутаться в шелка и пересчитывать монеты Думаю, он таким и останется до самой своей смерти Она какое-то время разглядывает вас Я бы особо не доверял ему В конце концов, он, как и мы, состоит в гильдии воров Любимое блюдо Печёное яблоко Семья У меня есть родственники в столице, я с ними не общаюсь Ревенна сказала, что служила в 7-м легионе империи Перед тем, как попасть сюда, я служила в 7-м легионе империи Я высказалась против капитана И он попытался подстроить моё убийство Я сбежала, не люблю без надобности проливать кровь Так в 4-м же было Ага О, круто, спасибо Я забыл, что они сами предлагают Вы задумываетесь, какая доля лжи в том, что говорит Ревена Используйте этот шанс, чтобы пересмотреть все полученные зацепки Галфри сказал, что Борден работал на него долгое время Галфри сказал, что Борден будет честнее, когда выпьет Галфри сказал, что Ревена работала на него долгое время Ревена служила в 3-м легионе империи Галфри сказал, что Ревена скажет правду, если ей заплатить Галфри сказал, что Гриндан работал на него долгое время Ага Ага Так, то есть Ревена нам припизнула уже Да нет, никто я нашел Ладно, идем в Тавер Завтра вечером Да, он говорит, что завтра вечером я, возможно, умру На короткий миг на его лице отражается усталость Неожиданно отец Галфри становится очень старым Надеюсь, к тому времени вы будете знать, кто убийца Попросите одолжить золото из казной гильдии Наверное, нет Мало ли, что ему не понравится А почему ты доверяешь нам? Отец Галфри смотрит на вас печально Даже если ты сможешь украсть кольцо с моей руки Ты никогда не станешь членом нашей гильдии Нет, у тебя не хватит на это духу Ну, ладно Идем на задание с Гринданом Я поручил Гриндану понаблюдать, кто входит в замок у Махового озера Или выходит из него Хозяйка замка задолжала нам значительную сумму Вы отмечаете место встречи на карте и ложитесь спать Решение, что сделает из вас героя или злодея Городской главшатой объявляет, что империя ищет наемников для битвы со Скверной Вы находитесь в сторожевую башню, где набирают бойцов Когда вы входите, сэр Малефовел излагает план ликвидации Бедняцкого квартала Эпидемия началась именно там, и щадить их слишком высокий риск, говорит он Сэр Малефовел ведет наемников в Бедняцкий квартал Обитель нищих и больных отгороженную стеной от остального города Перекрывая вой оскверненных, сэр Малефовел отдает приказ приступать В мгновении вы окружены оскверненными, вы достаете оружие и встаете поустойчивым У нас было это уже Это что было? Это он? Это он? Ой Сразу не признал, что это наш влетел Субтитры создавал DimaTorzok Он дубинками, как кинжалами, орудует и выглядит странно, конечно, очень Сэр Малефовел хвалит вас за храбрость и жалует вам награду Золото? Хорошо Хорошо Еды не дашь? Жаль Хорошо, ладно Понял тебе Фух Пацаны, ну давайте попробуем снова Я не Внимание прямо рядом всем Вы должны понимать, что эта игра занимает все мое внимание уже столько лет Что я сбился со счета Я горжусь тем, какие в ней встречаются перипетия И неожиданный поворот событий Так, маленькую девочку спасли Да Так, маленького мальчика спасли Отлично Маленькая решение Фух Ну, на-лиса, может сложно Все, посрались Так, ну я могу отдать 10 здоровья О ты Ха-ха, двигай быстрее в следующий раз. Скверный жрец и скверный вор. Спасите его и увидите, как тысячи будут плакать о потере денег. Так, продолжите следовать. О, гоблинсы, вы чувствуете, что у вас что-то вырвали? Обернувшись, вы видите, как несколько... Ну да, давайте замычим просто. Ух ты. Так. А, ну мы видели эту карту, чё я удивляюсь-то? А вот сейчас, да, сейчас реально ух ты, потому что их до жопы. И нужно сейчас именно гоблинсов с рюкзаками валить и... Ну, ничто иначе. Да, вон два пацана с рюкзаками. Глушители, они перережут тебе горло или разрежут твой кошелёк, им нет разницы. Так, где? Вижу. Да, блин, я же на шифте дрался. Какого чёрта достали? О, успел. У меня он лучше в золото, кто-нибудь. Да я же шифт нажимаю, ну вот какого чёрта происходит? На шифте же я должен... Меня не должны пробивать. Вот сейчас уклонения мне не засчитали. Вот шифт у меня вот сейчас доступен. Обычно меня на шифте не должны прошибать. Ладно. А здесь почему-то мне два или три раза к подряду просто вообще умение не включилось. Мне его сбили. Короче, пиздец какой-то. Вернули всё свои пож... А, всего на минус два угорели. Ощутимо? Да ничего не ощутимо. У меня вон сколько. Даёт плюс 10. Как минимум с финансовой точки зрения. Чего? Как минимум что с финансовой? Ну давайте, плюс 10 к жизни. А у меня нет ни благословений, ни проклятий. О, еда. Замечательно, они зря зашли. Но с таким количеством здоровья в обществе страшно куда-то идти. К богатству через исследования. Нам с вами предстоит исследовать много земель. Если вы не сумеете излечь из этого пользу, я начну сомневаться в ваших способностях. Странствующий картогов, составляющий первую полную карту империи, и готов платить золотом за описание этих мест, где вы побывали. Мне совсем не обязательно знать каждый ручеёк и камешек отсюда до столицы уверен, что вы всё это повидали в пути. Чего-то да стоит. Ага. Ну-ка. Картогов внимательно слушает всё, что вы помните о соседних областях. Отлично. Вы проводите в его... Вы проводите в его обществе несколько часов, пока он не убеждается, что вам больше нечего добавить. Ээээ! В смысле? Алло! Ну-ка, чё на... Ладно, надо еды купить. Есть у нас чего. О, опять гоблинцы. Ох, и глушители, и анархисты тут эти. Дряснёй это дышащее. Давайте всех этих уродов сюда, я их на бутылку посужу. Вор, маленькими руками и быстрой смекалкой всегда найдётся место. Победите гоблинов как можно скорее, чтобы не потерять свои предметы навсегда. Пока гоблины живы, воры нападают намного чаще, стараясь защитить добычу. А где ты? Вот почему шифт не срабатывает? Вот, сейчас сработало, до этого уже не срабатывало. Жизнь какая-то. Ну, непонятно почему. То есть, когда я именно начал вкалачивать шифт, он сработал. Вот сейчас, я вообще не понимаю, что происходит, почему. Отклик вообще никакой. Пляхабуха. Вот, прямо в пламя хрюнули, ладно, хоть не попали. Фух, зарядили ещё даже палки под конец. Вот явно что-то не так. Я сначала думал, вот прям капельку думал, что может якорь в руки нихрена подобного. Вот, 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 прям что-то вот не так вот. Вряд ли что-то с моими девайсами не так. Видимо, не знаю, что всё-таки игра не так и понимает. Да, гоблины любят шапки. Давай сюда. С надобья нашли. Пищу нашли. Ещё пищу замечательную. Мы тогда сейчас присядем. Так, ну в теории мне должно ухватить. Гриндан криком предупреждает прибытие в замок у Мохового озера. Вы находите место, где трава повыше и останавливаетесь там на днёвку. Забыв о своей роли наблюдателя, Гриндан разговаривает достаточно громко. Знаешь, мне стало известно, что эту даму обвиняют в государственной измене. Вдруг он достаёт кусок угля и бумагу. Хочешь мой автограф? Ну давай. Вы позволяете ему нацарапать своё имя на клочке бумаги. Он ласково вкладывает бумагу вам в руку. Странно, прикольно. Время идёт, но никто не входит в скромный замок и не выходит из него. Послушай, что ты вообще за птица? Гриндан достаёт из бумажного пакета леденец и кладёт его в рот. Я тебя здесь раньше не видел. Ну, я новобранец. О, правда? Я страховал, что мы не принимаем новобранцев. Нам бы тех, кто уже... Нам бы тех, что есть уже прокормить. Прищурившись и поглаживая свою шляпу, Гриндан окидывает вас подозрительным взглядом. Скажи-ка мне, за какие такие подвиги тебя приняли в гильдию? Сказать, что вы украли звёзды с неба и поместили их в его глаза. Какие странные диалоги у нас с этим чуваком. Да пусть это будет, я не знаю. Тут всё, все ответы одинаково придовые. Ярко разодетый вор краснеет. Гриндан доверяет вам чуть больше. Круто. Во время слежки больше не происходит ничего особенного. Большую часть времени вы наблюдаете за спящей собакой. Перед тем, как разойтись в разные стороны, вы получаете возможность побеседовать с Гринданом. Отец Галфри, полумный старикашка. Удивительно, как ему на смену ещё не пришёл кто-то более молодой и энергичный. Постарев, он стал слишком мягким. Недавно он позволил уйти одной сволочи, провалившей дело. Не велел отрубить... Не велел отрубить большие пальцы, вообще ничего не сделал. Ага. Гриндан смотрит на своё отражение на клинке. Хороший вопрос. Без сомнения, это лебедь в сахарной глазури. Семья. Кому нужна семья, когда есть столько преданных союзников? Прошлое. Гриндан сказал, что был прославленным актёром. Ну, мне приходилось бестать на сцене, но это было давно. Офигеть, столько зацепок. Где их вообще искать-то? Может, ну, блин, у меня реально нет идей, где я мог бы их все найти. Ну-ка, давайте ещё раз. Вообще легче не стало. Как-то часто бывает, подозрения заканчиваются обвинениями о насилии смертью. Я надеюсь, что вы придумаете что-нибудь иное, нежели то, что когда-то делал Калас. Отец Галфри сидит на своём обычном месте у огня. Садясь напротив него, вы замечаете, что он выглядит странно спокойным, хоть ему и была предсказана смерть в этот вечер. Вы наблюдаете за тем, как Бордон, Равена и Гриндан расхаживают по таверне. Найдите и уничтожьте убийцу, прежде чем он доберётся до меня. И всё же, если вы ложно обвините одного из моих глушителей, я не отвечаю за последствия. Надо вычислить лжеца, ведь лжец и есть убийца. Галфри сказал, что убийцы всегда врут, каков бы ни был их характер. На камине ярко горит красная свеча. Где я взял ещё одну подсказку? Вот только что. То, что красная свеча... А, красная свеча, этот, Галфри, в красном одеянии ходит. Но он нам не врал ничего. Так, давайте с отцом Галфри поговорим. Попросить ещё раз прочесть записку с угрозой. Давайте к Бордену подойдём. Мы меньше всего про него узнавали. Так, выпить с Борденом для получения информации. Борден, кажется, рад вашему предложению. Раз ты предлагаешь с удовольствием, выпью шелковичного вина. Ух. А, ну нормально. Я должен попасть. Еее! Идеально. Пьяный Борден протягивает вас к себе и шепчет с ужасом. Только не говори, этого есть самой. Но рыжая безжалостна. Она на шесть лун внедрилась в качестве имперского солдата в Третьей Легион и хладнокровно убила своего командира. А. В подпитии Борден сказал, что Рвена служила в Третьем Легионе Империи и убила своего капитана. Рвена служила в Третьем Легионе империи и убила своего капитана. Класс. Да сука. Кальберн предлагает еще одну кость. Не важно, что вы будете выигрывать. Класс. Отлично, вы продолжаете меня впечатлять. Вы продолжаете впечатлять. Блин. Он выбивает на три хода. Тебе нужен тот, у кого серые глаза. Рвена сказала, что убийца Криндан. Красная свеча горит ярко. Да, мне довелось услышать об убийстве из собственных источников Криндан. Поправляет шляпу, знаешь, меня уважает в гильдии. Ну-ка давай, накатим. Криндан без колебаний соглашается выпить. Да! Как? Я тут... Даже с тем, что кажется невозможным, можно совладать. Ты пытаешься меня подпоить, чтобы узнать какие-то секреты. О, это очень подозрительно. Я за тобой слежу. Красная свеча горит ярко. Сука. Ладно, хоть разучили второй раз попробовать. Дышите, у вас хорошо получилось. С пьяным Криндан сказал, что убийца считает Бордена. Я хочу сказать, что Борден стар, очень стар. Без сомнения, он здесь уже был еще до моего рождения. Возможно, он пытается избавиться от босса, чтобы изменить ситуацию. Я бы так и сделал. Так, давайте с Равеной выпьем. Я не пью, это притупляет что-то там. Понятно. Ну-ка, если 10 золотых тебе еще всыпать. Отлично. Равеной сказал, что у убийцы нет кинжала в рукаве. Что это значит? У меня вообще-то ничего не говорит. О, спросите кинжала в рукавах. Лушители часто носят в рукавах кинжалы. Думаю, у Бордена такого нету. Он говорит, что это бесчестно. Подумать только вор, говорящий о чести. Да ладно, Борден. Давайте погнали. Замечательно. Гриндан сказал не доверять красному цвету. Пойму, что ли? Кстати, гадалка посоветовала мне опасаться красного цвета. А у Равены рыжие волосы Гриндан хлопает в ладоши, словно ему удалось разрешить загадку. Замечаете, что... Ну, понятно, да. Блин, он нам дичь вообще просто полнейшую втирает. Перебросим. Давайте две перебросим. Замечательно. Честно говоря, я бы никому не доверял, кроме себя самого. Я просто светочистенный. Красная свеча как будто стала короче. Она сгорает блюдающе быстро. 16 подсказок из 19. Еще бы две максимум могли получить, если бы у нас было еще 30 монет. Но 30 монет у нас нихера нет. Посмотреть подсказки. Поторопитесь. Время уже почти. Настало. Примите решение. Ну, короче, Борден это будет. Вы обнажаете оружие и направляете его в сторону. Его глаза в ужасе расширяются. Нет, нет, я не тот, кто тебе нужен. К твоему ужасу вы оборачиваетесь как раз вовремя, чтобы видеть, что настоящий убийца Равена появляется спиной отца Галфри, перерезая ему горло от уха до уха. Сука. За ложное обвинение невиновного отец Галфри поплатил своей жизнью. Вы не сможете выиграть золотой жетон. Класс. Она держит бывшего жреца за воротник и шепчет ему на ухо. Империя выражает свои соболезнования. Тело падает на стол, залитый кровью и вином. У вас еще есть шанс закончить, но не идеально. Равена ухмыляется и вы снова обнажаете оружие. Пиздос. Очень обидно. Снова провалили все на свете. Причем каждый раз по-любому кто-то новый виновен. Ее верность золоту непреклонной решительной. Ладно. А мы еще и о них деремся. Да сука, сбила мне все. Да за... А, а вас мне все равно придется убить, да? ЧТОБТЕБЯ! ЧТОБТЕБЯ! С двумя другими еще сражаться, видимо, придется, да? Нет? Ладно. Она гласит, когда пламя красной свечи потухнет, в его последний вечер в шелковице лже-жрецу будут отпущены все грехи. Обосрались снова. Класс вообще. Больше карт, больше вариантов выбора, больше жетонов, которые можно открыть. Воришки в норишке. Сокровище в пещере. Гадалка. Теняльный дом. Миняльный дом. Темные переулки. Победный зов. Воровское безумство. Маска святой удачи. Жертвенные клинки. Понятно. Кольцо купится. Ограбление каравана. Неплохо за то, что сняли все золото со смотрителя. А это то, что во встречах появился новый спутник. А, воришка в норишке. Ну, очередной провал. К сожалению, нам уже в очередную серию не везет. Мы вообще фейлимся просто капитально на всем. Мы проваливаем. Здесь прячется отшельник. И вместе с ним секреты. Легшие в основу вашей истории. Мы с вами вместе исследуем их. То есть, у нас провал за провалом вообще. То есть, на квест нам не хватает ресурсов, там, благословений, всякого дерьма. То есть, мы не можем по квестам продвинуться. Моя там криворукость, что мы не можем там какую-то карту вытащить, чтобы завершить задание. То есть, это небольшой намек на этот горящий дом, который мы все пройти не можем. Но, пиздец на самом деле. Ладно, мы продолжим следующую серию. На этом я говорю всем пока.